ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, мой маленький Капрофилус, с вами Демрый Дек, добро пожаловать на канал NPC Games. Сегодня вас ждёт охуительный видос по игре Contract Wars ВКонтакте. В данном видеоролике я поведаю вам грустные истории пистолета-пулемёта Бизон-2 в данной игре. Вернее, его вытасковой версии. Для начала, что такое пистолет-пулемёт Бизон? Ну, представьте себе автомат Калашникова под малоубойный патрон. У него нет отдачи, он никого не убивает и так же медленно стреляет. А ещё у него очень противный звук. Также он обладает неебическим магазином, а благодаря малоимпульсной и лёгкой пули он стреляет куда угодно, но только не туда, куда вы целитесь. Впрочем, хватит лирики. Перейдём непосредственно к самим бумажным характеристикам. Пистолет-пулемёт Бизон обладает точностью в 60, отдачей в 40, убойностью в 30, скорострельностью в 55 и мобильностью в 68. Скорость перезарядки 56. ВТАСК, который вам даёт за 30 двойных убийств из этого говноствола, добавляет плюс 5 к точности, даёт минус 5 к отдаче, снижает мобильность на 8 единиц и убойность на 3,75, ну, считаем на 4. Также он никак не влияет на мизерную пробиваемость в 20 единиц. Как видим, даже с ВТАСКом при наличии прицела Кобра и глушителя непонятного производителя, данный пистолет-пулемёт на хардкоре должен сосать. Ну что ж, я решил проверить, так ли это на самом деле. Затестить эту имба-упер-мега-пушку, да шучу, это говно, я решил на карте Терминал 2, ну, как на наиболее сбалансированной карте по части ближних и дальних дистанций. И каковы же были мои первые впечатления? Ну, отдачи нет, это очень и очень хорошо, можно долго зажимать. Урона тоже нет, это очень и очень плохо, потому что нужно долго зажимать. И вот такими зажимными непонятными телодвижениями, даже с минивическим глушителем, мы всё равно демаскируем себя перед противником, стреляем в него, стреляем, ему ничего не делается, он в конце концов обворачивается, и тут два варианта. Либо мы всё-таки добиваем его последней пули, снеся ему последние хпс сотни, либо он нас обнаруживает всё-таки достаточно быстро, и умираем мы. Нет, из этой ситуации, конечно же, есть выход, нужно просто пытаться как-то подобраться на среднюю дистанцию и бить в голову, ну, что можно наверняка. Но тут играет суровую реальность два факта. Факт первый, точность пистолета-блемета оставляет желать лучшего при такой-то скорострельности, и факт второй, чтобы подобраться на ближней дистанции, нам нужна хорошая мобильность, а мобильности у Бизона нету никакой. Мы, конечно, можем рассчитывать на откровенная тупость противников, но то, что произошло на этом кадре, всё-таки редчайший случай. Надо об этом помнить. В любом случае, в итоге мы получаем с эдаким пулемётчиком, который не может никого убить, потому что он не низкий урон, и не может ни до кого добраться, потому что у него плохая мобильность. Что за нам остаётся? Бегать с Глоком и расстреливать всех из него? В общем, пушка на любителя, но к нему спать можно. Ах да, кстати, с неё я завалил Випа в тело короткой очереди, и вот как это было. На Аркаде же я испытал, на карте Бейтайз режима Мясорубка, и я здесь могу сказать только два слова. Большой боезапас. Впрочем, вы сами все верите. Этот самый большой боезапас даёт нам возможность дырявить всех вокруг довольно-таки продолжительное время. Да и также плюсом оказывается прокачка скилла по точности, благодаря чему мы наконец-то начинаем попадать туда, куда целимся. Не всегда, конечно, но попадаем. В общем, заключение меня как диванного эксперта. Этот пистолет-пулемёт очень даже на любителя, но если вы любитель, вы с ним будете нагибать. На этом я с вами прощаюсь, с вами был ТМ Архитект, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok